наверное друзья сейчас здесь будем делать положение нейтралки потому что нейтралки тут нет будет у нас супер эксклюзивная штука нейтрал очка так нейтрал очка сказал и задняя передача ребята всем здорова сегодня наша задача перебрать редуктор муравья и собрать полностью шасси трансмиссию гусянки будем устанавливать можно сказать в крайний раз для начала работ нужно разобрать и вытащить редуктор из нашего болида и и а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Метку сразу поставлю, чтобы не перепутать... Теперь его надо располовинить... Продолжение следует... Состояние более-менее так хорошее, я бы сказал... Можно будет сделать сразу проточку... На нейтралочку... Разберем дифференциал тоже, друзья... Посмотрим, как она там устроена... Болтики с этими гаечками путать ни в коем случае нельзя... Потому что... Вот здесь вот отверстия... И они не дают... Вернее, дают... Возможность... Стопорения... И при этом... Отверстие должно быть вот так... Чтобы проволоку засунуть и закрутить... Вот здесь тоже годится... Пара... Задержки, что ли, образовались... И державчины... Вот, в общем, ребята... Я подточил... Все шестеренки... Под круглях... Чтобы они не жрали... Кончики зубов... Видите, это все... Чтобы они прилегали хорошо... А то там такая жесть была... Все шестеренки и сателлиты... Все я подточил... Сделал регулировочные шайбочки... Нужных размеров... Редуктор из помойки, друзья... По состоянию на четверочку... Изнутри... Ничего ржавого нет... Побитого нет... Все целое... Выходные валы с шестереночками... Я их, конечно, форму зубов подправил... И они теперь гораздо мягче будут работать... Без люфтов очень сильных... Будем собирать все сейчас на смазочку... Аккуратненько... Не торопясь... Начнем с дифференциала... Запихаю сюда... Пока солидольчику... Потом будет залито масло... Шестереночки... Леночки... Хорошие... Айда... Собираем... Так... Чтобы было... Так... Чтобы было... Поиск... Аккуратненько... Конструкция... дифференциала конечно оставляет желать пешего но говорят что он терпит посмотрим насколько он будет вынослив в нашем проекте болида так надо понять где здесь передний ход и вот на передний ход установить утолщенной частью они резьбой а назад мы едем без нагрузки поэтому можно назад без нагрузки давай-ка соберем типа нашу коробку еще какая-то шестеренка должна быть ничего не понял но очень интересно как говорится да а понял она будет вот так и вот так или как а понял вот она так разворачивать это вот так это у нас стоит вот так это у нас стоит вот так получается передняя передача у нас на довольно нормальных таких шестерен очках нормально передняя передача на нормальных таких шестерен очках а задняя получается на тонких и это ребята очень даже радует получается нам надо болты засовывать вот с этой стороны вот так вот в принципе конструкция конечно в этой конструкции меня бесит вот это вот видите такое чувство как будто все это надо пересверлить блин на 10 миллиметровые болты или хотя бы парочку шпилек 10 миллиметровых сюда разместить было бы очень интересно и полезно просверлить на десятку не удалось потому что шестеренка каленая ужасно ничего у меня из инструмента 10 миллиметрового его не берет закрутил родные болтики упрутся в одном положении будут работать устанавливаю стопорную проволоку друзья я это я это я помазал все подшипники все установочные места подшипников приступаем к сборке друзья редуктора от муравья первым делом установим дифференциал в шестеренками на одну половину из корпусов можно сказать что легко это у нас получилось теперь его надо установить на две параллельки желательно крутится все хорошо теперь берем рычажок предварительно все смазываем и устанавливаем его на место дальше будем устанавливать вот этот вал этот вал надо устанавливать с направляющей и вилкой вместе и вот этот вот узел еще надо помазать хорошенько наверное друзья сейчас здесь будем делать положение нейтралки потому что нейтралки тут нет будет у нас супер эксклюзивная штука раз и при установке эту вилку надо попасть на место раз так шестереночка установилась толкнем его на привод передачи так хорошо хорошо этот вал шестеренка и очень мне понравился все писали в комментариях что он стоит стоит на жестком валу и на маленьком подшипнике втулки на маленьком подшипнике скольжения на втулке ребята он стоит на нормальных подшипниках и это очень мощная штука устанавливаем его на место и получаем ребята очень крученячую переднюю передачу вот чтобы сорвать вот эти вот шестеренки они блин высотой 20 миллиметров честно я вам говорю они высотой 18 миллиметров друзья чтобы их сорвать и сломать я не знаю что надо делать короче редуктор муравья просто шикарен стопора на дифференциал мы сделали блин просто очумительная штука мне она очень нравится друзья единственное что может привести к косяку это вырвет один из вот этих вот гаечек и он попадет между зубов и тогда корпусу хана но пока что блин ребята все шикарно чтобы найти нейтралку нам нужно во первых установить установить вот этого направляющую на свое место здесь у нас получается крышечка его фиксирует пока что установлю на один винтик теперь надо переключить его на нейтралку где у нас рычаг и ищем нейтралку нейтральная передача у нас нашлась тут блин места очень мало поэтому нейтралка у нас на грани получается даже чуть-чуть касается но ничего страшного мы на нем только лебедку будем подключать так теперь надо сделать рысечку я сделаю его вот таким вот напильником кстати вот этот вот миллиметровый люфт надо тоже убрать все делаем рысечку можно было тупо померить ладно меряем 47 миллиметров от края а теперь снимаем это все дело вместе так хочу не снимается а понял да вылезай блин смотрим наши 47 миллиметров вот у нас рисочка и вот 47 миллиметров как раз тут отверстие очень хорошая есть сейчас разберем и посмотрим как там пружинка устроена если все влезает то можно делать здесь про . сделаем здесь про . друзья направляющая каленая делаю фасочку про . эльборовым резцом вот что у нас получилось в итоге свала передняя задняя и посерединке вот она у нас нейтральная передача соберем посмотрим как это все работает вот смотрите нейтралочка передняя передача нейтралочка так нейтралочка сказал и задняя передача и передняя передача шикарно ребята мы нашли в муравьином редукторе нейтралочку а еще как вы успели заметить собрали его наоборот именно это положение по сборке ротного муравьиного редуктора является правильным почему потому что при при выходе вала с той стороны вот этот вот рычаг работает неправильно а сейчас он работает правильно и не напрягается лишний раз кто поймет короче тот поймет вот угол рычага крайнее положение так бы он торчал вот сюда а потом его надо было ломать слишком под большим углом чтобы затянуть туда сейчас все нормально друзья не толочку нашли вал входной ведущий вытащили с другой стороны теперь можно закрывать крышку с одной стороны редуктор полностью закрыли собираем вторую половину друзья это что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как он мягко работает... Как он мягко работает... Смотрим переключение... Это у нас... Вперед... Нейтралка... Назад... Нейтралка... Так... Всегда если клинышек сделать... То держится... Значит, надо делать чуть-чуть туда... Собрал задний крепеж редуктора... Пора его теперь устанавливать... На раму нашего болида... Пока редуктор был снят... Переварил... Проварил всю раму... Все изумительно... Вот так вот... Здесь все заварил... Все недоварки... Все... 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 Точки... Укрепил... Полной... Сваркой... Установим теперь... Наш редуктор... Наместо... Поехали! нейтралочка очень хорошо себя показывает как там у нас тоже нейтралка на цепи нейтралка здесь тут нейтралка так включаем переднюю все погнал нейтралка задняя нейтралка передняя четко работает четко попробуем с этой стороны вот у нас передняя вот у нас движение вперед нейтралка сюда сделаем лебедочку задний ход травочка передний ход задумка удалась ребят шикарно редуктор работает прекрасно теперь есть нейтралочка четкая и показал как сделал собрал трансмиссию гусеницы не стал устанавливать все равно еще снимать шикарно попробуем как крутится нейтралка передняя довольно таки тяжело моторчик сможет я думаю назад так а что будет если оттормозить до сунем отвертку типа от тормозились короче да через дифференциал крутится одна сторона все работает прекрасно сегодня сделали очень много делов перебрали наш редуктор все смазали все собрали установили на место который теперь готов к работе привода звездочки так и не поменял пыльник один ужас какой